И начинаем с события этого дня. И в первую очередь это касается врачей и пациентов. А если учесть, что нет абсолютно здоровых людей, а есть недообследованные, то каждого из нас. Да, и потому областной Минздрав проводит акцию «Здоровье Подмосковья». И сегодня она развернулась у нас в больничном комплексе. А главная новость в том, что сегодня клинских пациентов консультировали врачи самой высокой квалификации. Смотрим. Медконсультация на высшем уровне. Ее получили пациенты Первой городской поликлиники. Больничные коридоры едва вмещали желающих. Еще бы, осмотр вели светило научно-исследовательского центра «Манеки». Ну не каждый день езжают такие специалисты, чтобы чего-то проконсультироваться, что-то посмотреть, спросить у них какие-то вопросы. Все равно есть наболевшие. Просто хочется все равно пообщаться со специалистами. Мы еще все-таки из Москвы. Врачебный прием шел по семи, пожалуй, самым актуальным направлениям. Кардиолог, ревматолог, гематолог, нейрохирург, аритмолог и рентгенолог. Каждый клинический случай изучался подробно. Направление на обследование или лечение «Манеки» при необходимости выписывали сразу. Эта связь нужна для того, чтобы пациенты, которые везде есть, могли своевременно и качественно получить помощь. И самое главное, если они нуждаются в медпомощи, которые здесь не могут по каким-то причинам пока. То есть, так сказать, маршрутизация была обеспечена своевременно и прямо туда, где получат исчерпывающую помощь, чтобы люди получили эту помощь как можно быстрее. Пациенты уточняли диагнозы, а врачи постигали возможности телемедицины. Дистанционный консилиум уже входит в практику. Со специалистами «Манеки» клинические медики по скайпу разбирали сложные истории болезней. Диагностирован закрытый, оскотчатый перелом костей левой голени. Большеберцовая кость была сломана в средней трети, нижней трети, малоберцовая в нижней трети и верхней трети. Необходимо в течение двух-трех месяцев работать с кожными покровами для того, чтобы подготовить возможность ему, возможно, как вы говорили, к реструктивной операции. Это как раз тот самый случай, когда транспортировка больного нежелательна, а лечение требует дополнительной консультации. Решить задачу поможет телемедицина. Телемедицина для нас важна тем, что мы можем спросить, узнать ответы на те вопросы, которые у нас вызывают сомнения. Ведь каждый пациент индивидуален. Раньше общение проходило по телефону, а здесь же мы можем показать рентгеновские снимки, показать пациента. Кроме того, программу дополнили лекции и мастер-классы для специалистов. Самое главное, медики смогли обменяться опытом и наработками. Уже сейчас понятно, что акция будет востребована. А значит, выездные приемы лучших врачей области в нашем и других городах Подмосковья станут регулярными. Евгения Цветкова, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.